Школьные, дошкольные, средние, профессиональные и дополнительные. Темой первого заседания правительства в этом году стало образование. В области в 2018 будет достроено два детских сада в Шуя и Кинишме. В поселке Савино и Родниковском районе возводят школы. Вот эти недостроя, ничего хуже быть не может. Это означает, что мы слишком богатые. Нам надо достраивать абсолютно в срок. Любое недострой, любое затяжение строительства – это дополнительные деньги. У нас в области очень много социальных проблем. Нас сами люди не поймут и будут правы. Если мы что-то начинаем, это бросаем, финансирование прекращаем. Давайте лучше не идти в стройку, если у нас нет денег. На очереди в детский сад более 3000 малышей. 93% из них проживают в Иванове и Кохме. Все это дети до трех лет. Регион заявился на участие в новом федеральном проекте по созданию мест для детей ясельного возраста. Сейчас совместно с органами местного самоуправления, для которых эта тема наиболее актуальна, уточняется потребность в разрезе конкретных микрорайонов, городов и определяются возможные площадки. Касаемо школьного образования, задача на этот год ликвидировать вторую смену. 9% учеников пока еще вынуждены ходить в школу после обеда. Губернатор также попросил держать на контроле ситуацию с успеваемостью. Иванская область, по мнению Станислава Воскресенского, должна занять лидирующие позиции в ЦФО. Я когда езжу по районам с директорами школы, обсуждаю. Я имею в виду результаты ЕГЭ по математике, прежде всего. По русскому еще нормально. У нас там есть к чему стремиться. Мы это отдельно обсудим. Это требует прям отдельного внимания. Это вот так нахрапом просто первоочередную меру не решишь. Это такая системная работа. Вообще в сфере образования нужна последовательная такая кропотливая работа, результаты которой будут видны не сразу. Воспитывать маленьких гениев станет чуть проще с открытием в Иванове детского технопарка Кванториум. Программы естественно-научной и технической направленности ежегодно там смогут осваивать не менее 800 ребят. На сегодняшний день завершается ремонт. В здании бывшего ДК и в Техмаш все коммуникации подведены. Устанавливается технологическое оборудование. Весной, летом планируется благоустройство территорий. На наш взгляд это грандиозный проект для нашего региона. Совместными усилиями мы сможем создать для детей инновационное пространство площадью более 2000 квадратных метров с самым современным оборудованием и прогрессивным подходом к обучению. В 2018 году пройдет региональный чемпионат WorldSkills Russia по 23 компетенциям. В Ивановской области он состоится уже в третий раз.